Начиналось это все, не было ни техники, ни складов этих, ничего не было. Потихоньку все своим силами, с Божьей помощью, все мы вот это приобретали, покупали, строили и выдавали зарплату. И выдаем зарплату. Вячеслав Куксов начинал свою карьеру, что называется, с самых низов. Поначалу в одном из хозяйств области крутил баранку служебного автомобиля. Через пару лет ему удалось из грузовика пересесть в кресло управляющего. А в 97-м году мужчина уже сам стал давать рабочие места односельчанам. Я пришел сюда просто, можно сказать, на чистый поле. Здесь ничего не было. Вот за 22 года мы здесь сделали очень много. Деревня совсем стала в другом стиле. Стало видно, что здесь есть хозяйство нормальное, люди и все остальное. На 9 тысячах гектаров растут зерновые и технические культуры. В этом году земля принесла достаточное количество пшеницы и ячменя. Не подвела ей сахарная свекла. Урожай в этом году собрали неплохой, можно сказать. Наверное, что нам Господь Бог посылает, чтобы мы год прожили. Технические культуры, урожай в этом году больше за все годы, наверное, такого урожая я никогда не собирал, как в этом году. Подсолнечник, кукуруза, сахарные свеклы. Да, это были рекордные урожаи в этом году. Теперь, когда золото полей лежит в амбарах, в гараже отдыхают комбайны. Почти вся техника новая. С умными датчиками могут справиться только настоящие профи. А их здесь большинство. Техника импортная. Там нужно, чтобы механизатор был с головой. Чтобы он соображал уже и в компьютере и все прочее. Потому что автоматик везде стоит, везде стоят датчики, какая влажность, какая урожайность и все остальное. В комбайне очень насыщенно. Так что, конечно, подбираем людей, которые есть, у кого голова нормальная. Средний заработок по предприятию на сегодняшний день составляет 36 тысяч рублей. У тех, кто трудится в хозяйстве, полный социальный пакет. Плюс каждый сотрудник обеспечен жильем. Мы каждый год по одному дому сдаем. Квартиру отдаем или специалисту, или механизатору, или водителю. Уже мы построили очень много домов. Здесь дома строимся с полной отделкой. Семья приходит, заселяется и живет. После 20 лет добросовестного труда жилье автоматически переходит в собственность сотрудника. Этот дом построили совсем недавно. Сейчас к нему подведены все коммуникации и жилища ожидает своих хозяев. В селе сейчас не хватает фельдшера, поэтому ожидается, что дом займет именно он. Но не только новые дома появились в Вишневке. Рачительный хозяин провел сельчанам интернет, привел в порядок центральную дорогу. На свои деньги для местной ребятни возвел спортивный стадион. Вячеслав Васильевич заказал проект в проектной организации, заплатив приличную сумму. Когда у руля стоит человек энергичный, неравнодушный, который стремится к тому, чтобы было на этой территории хорошо всем, без исключения всему населению, он старается делать для всех. Не словами, а делами славится человек. И кажется, что у нашего героя второе неплохо получается. Марина Корякина, Дмитрий Наякшин, Александр Кобзарев. Область. Новостей.